Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Как можно узнать, где православный храм? Восьмиконечный крест. Посмотрите, какие изображения креста. Креста практически нету, ни на рейсах священников, нигде нету. Что-то, какие-то лепестки. И мы специально попросили, тут у нас была Света, она могла шить. И батюшке вышел этот крест. И когда служит у нас даже архиерей, настоящий крест только у батюшки. Вот потому и называется крест. Зачем это уширяет? Вот если сходится на узкое идет, это масонский знак, тоже крест. Это была награда у Гитлера. Другие кресты были здесь, георгиевские кресты. Нам-то нужен не тот и другой, а слово о кресте для погибающих, юродство есть. Слово даже о кресте. Не просто о кресте, а о распятом. Я сегодня продолжу то, что раньше говорил. Раз в две недели. Раньше было у меня, каждую неделю, две недели было восемь раз. А если праздники ездят, до 16 проповедей за две недели. Я отошел при условии, что все время буду читать две проповеди. Ну, у нас не нарушается. Ну, тут стали просить, я вышел, чтобы понятно было. Повторяю, я не запрещен, отошел сам. Никаких замечаний не было, просто отошел, другим делом занялся. Так вот, относительно Слова Божия. Евангелие Теана 12.48. Вы не ссылайтесь, что у вас ума нету, что памяти нету. А кто вас в этот старческий маразм толкал? Надо было молитвы читать наизусть. Родных и близких поминать. Имена правителей, патриарха всех. Ничего руками разводят. А сегодня, буквально, страна страдает от этого. Старикам бы только учить молодых, они еще не знают. Маразм. Пошла в туалет, на кухню забрела опять, к холодильнику прилипла. Их учат, что-то достану, учитесь считать. Она не знает. Досчитала до 8, а дальше не знаю, какая цифра. Это не просто какая-то беда, а огромная беда. Ну, ладно, люди внизу. Рейган. Вы знаете, был президент в Америке. И он именно подал в этот Маргарет Тетчер. Она тоже впала в страшный маразм. Дочь все описала. Она выйдет, шагнет и дальше не знает. А куда я пошла? А только два места. Туалет и столовая. Она не может понять. Полностью Бог отнимает мозги, которые служили не Ему. А Давыд говорит, когда люди угодны Богу, и в старость сядет сочный, плодовитый и свежий. Слово Божие живо и действенно. А где Слово Божие? Запомните наизусть. Учите. 12.48 Евангелие от Иоанна. Господь говорит, я не сужу вас. Слово, слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Мне, когда говорю, чем я занимался до обращения к Богу, в это время я занимался на семи языках. Мне это надо было. Я понял, когда в руки Евангелия попала все пустота и надменность. И все связал и выбросил. И осталась одна Библия в руках. А теперь вопрос спрашивает, а как вы память развивали? Я никогда такой вопрос не ставил. Но забывать стал кое-что. Прямо сразу же. Спрашивает, обедал или нет? Я не могу понять, обедал или нет. Я обнял Библию, она мне мозги все свихнула. Был один такой соропион. Он все раздавал, раздавал, только одно Евангелие оставил себе и все. А однажды коснулось переезжать не на что он Евангелие отдал. И коснулось, что я не знаю, плавки были или нет. Кто-то идет, он дрожит от холода голого. Кто тебя раздел? А Евангелие было еще в руках. Он обнял. А оно меня разделало. Евангелие разделало. Не одело. Понимаете, сколько в этом глубокого смысла? Я начинаю говорить со статистическими данными. Сколько зашло? Шестьсот тысяч в обетованную землю. Нет. Так они подошли вплотную. Да. Прямо только подняться на гору фазги, я не бы увидел. Моисей там зашел и увидел. Но и ты не войдешь. Ты однажды, Моисей, избранный мною. Я тебя называю кратчайшим. Ты вождь народа моего. Но ты однажды не явил славы моей. Господи, как я не явил, когда я все делал, как ты говорил? Нет. Я тебе однажды сказал, когда народ задыхался от жары, из скалы извести воду. Скажи скорее сей. Вода. Потеки. Или скала. Дай воды. А ты что сказал? Неужели из этой скалы? То есть неужели, говорит. Не верю. Да и ударил еще. Но написано в 105-м псалме. И Моисей погрешил устами своими. И Господь сказал, и ты не войдешь в убитованную землю. Но Аарон понятно. Золотого быка сделал. Люди отвращались от Бога. Но Моисей ничего не потерпел такого. Его Бог хранил. И однажды споткнулся. Совсем немножко. Есть такое слово. Я буду сейчас считать. Дерзновение. Оно не просто такое слово. Дерзновение и дерзнуть. И дерзость. Корень один и тот же. Но смысл другой. Я все это смотрел. И вижу. Три раза, кажется, всего встречается в Библии слово дерзнуть. Как же так? Проверил. Нету больше. И оба в различном варианте. В Ветхом Завете и в Новом. И один. Слово Божие говорит. В неканонических книгах. И значения почти везде разные. Вот исследовать Писание. Не просто взять и заучить. А почему? А где первый раз? Первый раз мы встречаем это слово числа. Четвертая книга Моисеева. Когда они подошли к обитованной земле. Ну, прежде чем идти, надо разведать. Что там? И от каждого колена были выбраны. Кто такой? У нас самый силы вот такой-то. Самый умный вот такой-то. Вот такой мужественный. Даже его захватят. Он не отрещется от веры в Иегову. Двенадцать человек. И они обошли землю. Их заметили. Соглядатые шпионы. Разведчики. И одна женщина их спрятала. Вы знаете, где они сидели. Сверху. В колодец они. То есть, остались живы. А когда вернулись, стали говорить по-разному. И только два человека сказали, не согласные с десятью. Десять и два. Это прообраз, видимо, в будущем. Два колена. А саму суверное. Израилевое колено. Это потом. С этим как будто не связано. Но два и десять. Я по неволе, начиная статистикой этой, окружать себя и вижу. В этом тоже было. Предзнаменование пророчества. Они пришли и стали говорить. Народ там не как мы. Сколько у тебя рост? Метр семьдесят. А у них три семьдесят. Да таких людей не бывает. Люди как деревья. А стены до облаков достают. Ясно дело, что они что-то напутали. И только два человека вышли и сказали, с нами Бог и Егова. Мы победим. А кто? Иисус Новин. Иисус означает сын Новина. Иисус Новинович. Это мы привыкли так. Вич там. Там. Егоровна, Васильевна, Андреевна. А в других налогах так написано. Давид, сын Исеев. Я в Латвии жил там точно так же. Игнатий, Делс, Тихон. То есть сын Тихона. И вот второй был у них, который пришел оттуда и не так стал говорить. Значит, первый Иисус, сын Давидов. А второй, Халев, сын Японии. Его почти мало знают. Иисус, Новина книга есть, а это где-то. Это двое одинаково стали говорить. Ничего не значит. Мы их здоровых еще легче. Стреляй, не промахнешься. Он же большой, в него как в стену стрелять. А стены эти. А Бог разрушит. Сколько дней они ходили? Кажется себе так. Сорок дней ходили, смотрели. Это больше месяца командировка была. И они каждый день прятались где-то. Двенадцать человек это очень заметно. И заметили только, когда они уже пошли. И вот эти самые люди, которые ходили, у них уже внутри это зрело. Не веря в Бога. Не веря прямо высказаться. Но когда Моисей сказал, за каждый день, который ходили, сорок дней, по одному году в пустыне будете ходить. Сорок лет пойдете назад. А их зашло, подошло в плату 600 тысяч. Больше полмиллиона. Это только мужчины от 20 лет до 50. Остальные в счет не идут. Ни женщины, ни дети. И люди дрогнули. Как же так? Ну, мы раскаиваемся. Значит, нам показалось так. Не написано так, но я понимаю так. И написано, на завтра они дерзнули. Дерзнули подняться на ту вершину, с которой видно, а там другие народности живут. А те заметили их за ними. А они набрали с собой ни один, ни два. Дерзнули. И они их гнали и падали только убитые. А у Израиля не было поражения никогда до этого. Они воюют. Каждый убивает по сотне, его ранить не могут. Как они, заговоренные, что ли? А вот дерзнули. Значит, в данном случае показано слово очень опасное. Но когда мы считаем священное писание, первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 2 стих. Апостол Павел говорит, мы пришли в такое-то место и дерзнули говорить о Боге. Вот куда надо повернуть его. Входя в наш храм, вы дерзните поднять голову кверху. И найдите такой храм, чтобы так же было. Нормальное, восьмиконечный крест, никаких набалдажников. Уширения нету. И два места из священного писания. Кто знает? Значит, слева написано так. Матфея 16, 15. Проповедать Евангелие всей твари. С сокращением, там много не напишешь. И второе. Деяние 84. Рассеявшиеся ходили и благовествовали. Крест и два места. В одном и дети, а в другом уже ходили. А вы только ноги-то у вас какие? Больные? Стоят, веник лежит рядом, стучат ногами. Ну, думаю, слава Богу, на проповедь пошли, не тут-то было. Скорее в тепло зайти. А ноги-то и больные. Но священное писание предупреждает нас. Из Икииля 34, 5. Когда увидели, что овцы были без пастыря, рассеялись, погибали, пошли благовестники какие. Какие они уже были, не знаем. Но кто-то начал говорить, кто-то записал, хотя бы в одном числе. В Деянии апостолов 11.19. Что рассеявшиеся после смерти Стефана ходили, благовествовали только евреям. То есть, ну, уже все-таки евреям они говорили. Мы это себе не берем, потому что мы не евреи, и там про нас еще не говорится. А рассеявшиеся это все. Возьмите это к себе. Когда ты последний раз ходил? Нам не снег только здесь сбивать, а выходя, где не приняли, отрисите пыль с ног ваших. Вы сделайте так, чтобы все события жизни нашей, они вплетали в священное писание, им освещались и прилипали к нам. И когда ты будешь повторять эти места писания, память у тебя будет другая. А с утра до вечера там с кастрюльками, с мучатами, ахать-охать, это ничего не даст. Поздно, конечно, и все равно можно. На этом хотя бы закрепитесь. Начните изучать священное писание. Я хочу похвалиться, хвалящееся хвалить Господом. Господь услышал мою молитву. У меня огромный материал на сайте. Ответ 4124 вопроса. Это что мне в университетах задавали? Ну, они лежат в одном месте, сайт. Но сейчас распространенный YouTube. И в течение месяца у меня 12 человек появилось. 12, которые у нас здесь даже есть, которые начали помогать. То есть отдельно каждый вопрос в виде файла насчитывать. И теперь выставляем. Это 4 с лишним тысячи будет. Уже начинается работа, при том работа этого материала на людей. Уже заходят. И заходят люди совершенно неожиданные для меня. Я не ожидал с той стороны, что они будут заходить, увидеть разведку. Идите по всему миру и благовествуйте. А рассеявшиеся не прятались, когда стали гнать их. Они гонят в одном городе, бегите в другой. И там не прячьтесь. Если только не грозит смерть вам. И благовествовали, ходили. Вот костер, когда начинает тушить где-то. И начали разбрашивать головешки. Там загорелось. И вот так вспыхнула вся иудея. Первосвященники, книжники, парисеи. Понять ничего не могли. Как верить? Верить в распятого плотника. Это же безумие полное. А Павел говорит. Для Еленов. Говорит, что? Безумие. И дальше перечисляет. А Елены ищут мудрости. А тут мудрость какая? Плотников сын. Умер. Сам себя не мог защитить. И что вы думаете, кто-то уверует? Сегодня 2 миллиарда 200 миллионов. Уж как верят, что он есть? И он распят за нас был и умер. Сатана сегодня очень сильно воюет против того, что он распят был. Вначале его украли, будто бы Христа. Скажите, что украли, дали им денег. А теперь Сатана против распятия Христова воюет. А он не умирал. Его просто взял Бог. Значит, кресты наши ни при чем. Вера наша ни при чем. Крестное знамение ни при чем. И этому верят 2 миллиарда людей. Я с ними беседую каждый день. И видно, начинает задумываться. Я стал подходить совершенно другим способом. Не то, что вы написали наше Евангелие. Я нашел, где в их книге написано про нас. Мы назывались люди Писания. Так написано. Люди Писания. Я стал думать. Опять на молитве замру. И Господь мне показал. Какой век? 7 век. Я тогда им сегодня показываю. Вчера люди Писания. Это у тебя написано. Так называю. Глава стих у них по-другому называется. А какое Писание было в 7 веке? Вообще никакого, кроме Библии. Его никто и не знал. Тем более, к нам относятся так. Люди Писания. А вы Писания не знаете. Если вы бы любили Писание. Я не о всех говорю. То, наверное, вы запомнили, что при входе в храм. Там, снаружи, где снег и туман. Два места Писания. Запомните. Евангелие от Марка 16-15. Идите по всему миру и пропадайте Евангелие всей твари. Кто будет веровать в крестинцы. Как показывает. Спасен будет. А кто не будет веровать? Осужден будет. Я им так и показываю, чтобы они запомнили жестом. А дальше рассеившиеся ходили. Ходили, не сидели. Слово Божие говорит о том, как прекрасны ноги. Благовествующих мир. Благовествующих благое. Прекрасные ноги. Шахтер работает. У него профессиональная болезнь легкая. Пыль уже дышит. Человек где-то работает. Ожог какой-то. Столивар. У него пятна везде. Ну, попало тут. Расплавленный металл. У священников профессиональная болезнь ноги. Ноги Бог дал не для того, чтобы стоять. А для того, чтобы ходить. Не только ходить, а написано, бегите на ресталище, где стадион, чтобы получить награду. И вот дальше заходишь. Дальше у нас внутрь, как только заходим, и у нас сразу вверху надписи «Какие». Вот перед входом в храм, коридор, заходим в коридор. Откройте глаза, посмотрите. Я сегодня специально прошел вокруг, показать, что статистика очень много значит. В самом храме, вот где вы сидите, у нас считаются вот эти три отделения. 25 мест священного писания. 25. Написано красочно. Сестра Надежда Ивановна потрудилась талантом своим. Это ее все руки. Помните ее, молитесь. Что Бог дал ревности теперь пойти в благовестие. Это то благовестие. И человек уткнулся, и все. Один у баптистов был очень сильный и проповедник, и в немецком плену. Он умирает. Дизентерия. Молодой человек. Дошел до того, там 35, кажется, килограмм вести только. Бумажка лежит, она ему нужна. Он взял, и она смятая. Стал разворачивать. В Германии, в лесу, смятая бумажка. Отче наш. Но он когда-то слышал, и давай заучивать ее. Он и забыл, зачем лес-то. В пусты пошел. А дальше станет из него настоящий исповедник. Сколько лет он провел в тюрьмах, в лагерях. Да, баптист. Баптист. Мы все упускаем из рук. Как отец Андрей Ткачев. Говорит, миллионы ушли. И вина наша, что мы не проповедовали. Два миллиарда сегодня. Они были бы православными, если бы не прятались за стенами монастырскими. Вот только заходим в храм. В коридоре. 14 мест писания. Не считая указанных, где-то отдельно там, где у нас висит дисциплина. И всего у нас, вот как заходишь, вот сюда вот, ну и в трапезной. Это в трапезной 25. Всего 55 мест писания. Как только дверь за собой закрыли. Один раз, другой раз пройдет по стенам, прочитай. Иконы вестят, к нам претензий нет. А про иконы ни слова нет. Не сказано в Слове Божьем, чтобы иконы были. И ходили мы, подражали. Нет. И о том, крест вверху ставить на храм, нет. А о том, что писание написано на косяках. Чтобы писали. Мало того, хранилища, какие хранилища расширять? А это коробочки. Вот фонарик бывает на лоб пешит у шахтеров. Так у евреев сегодня. Коробочка обыкновенная. Ну, тут, видимо, резинками держится она на голове. И там места писания какие любимые. Надо вам снял. Ну, карманов же много. Про карманы не сказано. А рассказано здесь. Это, видимо, все-таки ближе к колбу, чтобы как-то отразилось. Я говорю о том, что благовестия, если нет, священнику говорил, ты исповедуешь. Ты самый главный вопрос задай. Скажи, ты в рай хочешь идти? Ну, как же не хочу, батюшка. Любой скажет. Хочешь. А ты знаешь, что надо делать? Ну, в мире, чтобы не было с миром. Ты ошибся. Десядев. Пять вошло, а пять не вошло. И эти девы, то они девы вышли. Они сохранили себя от мира. Они не блудницы. Они девы. Чего у них не хватало? Масла. А что такое? Говорит. И так да светит. О, светит. Свет ваш перед людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, проставили Отца Небесного. То есть свет идет от Илея, а Илея добрых дел, притом не просто добрые дела, а соделаны в Духе Святом с любовью. Про себя повторите. Добрые дела, соделаны в Духе Святом с любовью. А один пришел, а я сохранил, закопал. Он говорит, выброси восьму кромешную. Почему? Никого, ничего не приобретал. Главное, это что человек не шел на проповедь. И батюшка, я говорю, ты спрашивай людей, это считает ли Евангелие и ходит ли на благовестие. Два вопроса. А остальное, что они тебе стоят тут по счастью, перечисляют грехи. Целые реестры уголовного кодекса. Это не надо, этого не будет. Он рожден и свыше. У него все. Я Христов. Павел передает привет, говорит, ты избранным святым. Все кончилось. Да, виноват. Ничем не оправдываюсь. В духовном плане я грешен. Но я делаю другое совсем, чем мир делает. Дружба с миром рожда против Бога. И вот сколько бесписально сейчас хочу сказать. Слово проповедь. Вот мы считаем. В Ветхом Завете встречается 16 раз. А Ветхий Завет, вот лежит у нас Библия, он в три раза толще Нового Завета. По объему больше. Ветхий Завет подготовительный, там все это, как жертву приносить. А Евангелие, слово проповедь встречается 112 раз. В 7 раз больше, чем в Ветхом Завете. Значит, и там, где говорится о проповеди, это просто как пророчество. Даже призыва никакого. Ровно в 7 раз больше. В Салтыре слово проповедь встречается 5 раз. Проповедь Слова Божия. Я говорю о проповеди. Мы начинаем и заходим. И уходим, когда у нас опять Слово Божие. 55 раз. И написано, вперед не греши. Это 9 глава слепорожденной Евангелия Теана. У нас в 7 местах, к месту, как священникам отладают. Ну, маленько, глаза подними. Ну, нельзя же все время книзу. Такое смирение взяли, что ничего не видят, кроме собственных ног. И так, Господь нас сегодня снова побуждает переосмыслить. Вы понимаете, если у стектантов нет такого богослужения длинного, а у них один за другим проповедники выходят. Вот у меня был небольшой случай, тут баптисты, родящего 67. А мы ходили туда, 4 раза у них богослужение было, Богу. И мы 4 раза ходили в неделю к ним. Проповедовали, вот пришли, которая сестра лежит сейчас в больнице, Алиптина, она среди них. Она пришла, дочери три в Североище, теперь внучата здесь находятся. А я пешком ходил, 5 трамвайных остановок к ним. А ей слушать-то некогда было. Она говорит, на кухню сюда, она успела его хватить. Ее родители, его родители, свекров, умерли, вернулись из баптистов. А сегодня еще одна тропинка была. А если бы мы начали все, притом не человек это делает, а то Бог делает, повторяю, Бог. Я расслышал эти слова в первый день. Судить будут по слову Его. Поэтому мои знания, они не спросятся. Я завязал книги эти и бросил подпол. А вот теперь занимаюсь Библией 57 лет. И каждый день Бог открывает новое и новое. И вот этим снова я пришел к вам. Наша община необычная. Она и православная, и сохранила свое первоначальное состояние русско-православной зарубежной церкви и признает московскую патриархию и приезжает архиерей. Мы с батюшкой говорили, я вам доношу, у нас есть желание после крещения заранее уже оповестить митрополита местного Алтайского, Барнаульского, московского патриархата Сергия Иванникова опять пригласить сюда. У нас спрашивают, а кто у вас архиерей сейчас? Я по привычке называю наш архиерей, наш по духу. Он не просто говорит, а он старается, что видел, чтобы его люди делали. Я вам говорил, как один пришел человек, я слышал, как он распекал там священников и говорит, вы не идете на благовестие, Евангелие не раздаете и меня поминай, подражайте. И какую характеристику он дал мне, когда русская народная линия запросила. это Бог услышал молитвы. Итак, выпросив у Бога милость пасти самого себя, не забывайте и других. Вот у нас в интернете идет большая работа. Ты скажешь, я не могу. Молись. Молись и помогай. Представьте, 12 помощников Бог дал сразу. А я каждый день молился, Господи, пошли мне добрых помощников, наставников, советников. И просил это ни день, ни два, ну минимум 30 лет. И исполнение на прошлой неделе прям сразу все один за другим. А почему? Я потом скажу, Бог дал мне человека одного. Вот мы и все, я орон. А как подражать? А Бог избирает так. Один пропалит, а другой священник. В другом месте. Илья взят на небо. Написано, подражайте святым, взирая на кончину жизни. А у него кончины нет. Можно ли ему подражать? Ученики, позволь нам, как Илья сделал. Господь говорит, не знаете, какого духа. То есть, подражать, когда он был здесь. Дальше мы не можем. Мы кончину его не знаем. Мы знаем, он будет убит, на улицах Иерусалима будет лежать. И Бог так делает. У него один ученик. У учеников пророческих было около 400. Почему у него Елисей был рядом? И о чем люди просили. Вот к Матроне там ходят, и там висит тетрадь, или как книга, и все записывают. Батюшка почитал, Иосиф об этом говорит. Плотское. Дочь подросла, женихов нету. А другая только поженились два года, не пожили развод. И Матронушка, помоги, чтобы они не разошлись. Ну все советы прямо просят у ней. Земное. Я один, который ближе всех был к Ильине, он что попросил? Дух, который на тебе, его и не видят, чтобы на мне был вдвойне. Даже он и то попятился, говорит, это не властям. Ну получил он. Получил. Он в чистом новозаветном духе был. Когда войска сирийские воевали, пришли, а он глаза закрыл, они пришли в середину. Представьте, армия бы Гитлера оказалась среди зимы в Сибири. Что бы они стали делать? А тут окруженные войсками переколотили бы. И они так и сказали, говорит, разреши, а ты их завоевывал? Нет. А вы их накормите, напоите, посадите на транспорт, отвезите домой. И сделали так, и больше они воевать не приходили. А что бы они делали? А то в Ветхозаветни, Елисей. Вот в сегодняшнем плане, если ты просишь. Мне кажется, в этом году, в июле месяце, мне Бог дал такого человека. Он буквально все мое подбирает. И о чем я, самое интересное, уже и он это понимает, и я. Он о чем-то думает, а я говорю, он только думал это сделать, и я думал сделать. А он сегодня ночью это выставил, а не успел сказать. То есть связь необыкновенная. Прошу помолиться о нем. Это от нас не зависит, чтобы не потерять человек, которого звать Вячеслав. И вот он статистикой везде пользуется. Как он умело пользуется, я радуюсь Господе. И сразу на благовестие. И отсчет какой дал, чтобы приезжал к крестисте. Впервые приехал с женой, человек, и с отцом. Такого у нас еще не было. А у него такая перспектива, была. И он только стал считать наше. И сразу отошел отовсюду. Как будто бы ждал все эти годы, он мне пишет. И такие вопросы задает. А как на молитве? А какое чувство? Как бывает? Никто не задает. И такие тайны берет. Даже боязно говорить. А почему благовестие? А не проповедовать через интернет. Это вашими святыми молитвами. Итак, сегодня я начал говорить о рассеившейся ходили благовестие. Не то, чтобы бросил общину и ушел. Да ушел это ладно. Если ты благовест стал, он начинает против говорить. Он начинает клеймить. И чтобы этого не было, и их помилуй, Господь, как я молюсь. И в сонный день, Господи, не помяни их безумия. А где мы подали соблазн, прости нас и помилуй. Тебе, Боже, слава за все во веки. Аминь. Аминь.